Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Екатерина Шуба, студента года РГУ имени Сергея Есенина. Скажите, тяжело ли было стать лучшей? Вы знаете, да, было тяжело, потому что к этому шла я с первого курса, стремилась стать студентом года, можно сказать, мечтала об этом. И для того, чтобы стать студентом года, необходимо не просто учиться на отлично, а занимать активную жизненную позицию, заниматься научной деятельностью, активной общественной деятельностью. Но я старалась, и у меня это получилось. А какие требования предъявляют к победителям? Победителю предъявляют достаточно много требований. Во-первых, это, безусловно, хорошая учеба, достижение в учебе, участие, возможно, в различных олимпиадах, проходящих в нашем регионе, либо общероссийского масштаба. Кроме того, студент года должен заниматься, как минимум, научной деятельностью. И, безусловно, учитывается общественная деятельность, как в ВУЗе, как себя зарекомендовал студент, в том числе и, возможно, общегородская деятельность. Посещение, мне кажется, в том числе различных форумов и проявление себя там. Кем планируете стать? Какую специальность получаете? Я обучаюсь на четвертом курсе, будущий юрист. Я знаю, что вы занимаетесь общественной и научной деятельностью. Расскажите о ней. Ну, кроме учебы, безусловно, я занимаюсь общественной деятельностью, как вы правильно заметили. Я первый заместитель председателя Молодежного парламента при Рязанской областной думе. Поэтому у меня в равном количестве и общественная жизнь, и присутствует и научная, и учебная деятельность. А что за научная работа? Вы знаете, я, так как я обучаюсь на гражданской специальности, поэтому научные статьи в основном у меня как раз в гражданской направленности. Достаточно много у меня есть работ на тему, например, договора дарения. Сейчас тема, которой я стала увлекаться, это международные отношения, дипломатические отношения. Последняя статья, которая была мной написана, и она скоро будет опубликована, это как раз вопрос касаемый дипломатического иммунитета различных представителей дипломатических служб, консульств и посольств. В 2010 году я пришла в данную организацию, не была депутатом, просто осуществляла свою деятельность в качестве члена Молодежного парламента. В прошлом году у нас проходили выборы в Молодежный парламент, я успешно прошла их и стала уже депутатом Молодежного парламента. Потом я возглавила один из комитетов, это комитет по молодежному самоуправлению и связям с общественными объединениями. И в ноябре этого года, уже точнее прошлого года, 2013, при поддержке Рязанской областной думы и как раз наших депутатов, которых у нас 32 молодых депутата, я стала первым заместителем и теперь тружусь уже в качестве заместителя-председателя нашей организации. А на чем вы трудитесь? Наша основная деятельность – это законотворчество, так как, будем говорить, взрослые депутаты, предоставляет нам очень много возможностей по оказанию им различной общественной помощи в плане принятия и обсуждения различных законов. Мы посещаем комитеты Рязанской областной думы, мы имеем право приносить различные рекомендации на те или иные законы, либо на поступившие законопроекты. В том числе и мы стараемся разрабатывать какие-то свои законотворческие инициативы. По законодательству мы не обладаем правом законодательной инициативы, но, тем не менее, участвовать в законодательном процессе все-таки мы можем и стараемся это делать самым активным образом. Можете привести примеры? Вы знаете, сейчас у нас разрабатывается различными комитетами, у нас их достаточно много. Инициатива, одна из инициатив с помощью депутата Государственной думы Булаева была направлена у нас в федеральное министерство, там относительно трудовой деятельности вожатых в детских лагерях. Нам пришел ответ из министерства. Еще одним законопроектом, которым занимается у нас комитет по предпринимательству, это формирование статуса молодого предпринимателя. У нас во многих законах об этом говорится, но, тем не менее, мы не знаем, кто такой молодой предприниматель, сколько ему должно быть лет и чем он должен заниматься. Также у нас разрабатывается закон, он уже обсуждался на территории Рязанской области и получил поддержку. Это закон относительно поддержки молодых специалистов на селе в сфере культуры, для того, чтобы возродить различные культурные мероприятия, массовые мероприятия как раз на селе. Также у нас проводится ежегодно, с 2003 года, такой региональный конкурс, как «Моя законотворческая инициатива». Победители этого конкурса отправляются затем на всероссийский конкурс и ежегодно представители от Рязанской области занимают места победителей, становятся членами депутатского резерва, получают определенные награды, дипломы первой степени и берет большая гордость за наш регион, если учесть то, что я являюсь также координатором этого конкурса. В том числе мне очень приятно, что от нашего региона отправляются такие ребята в Москву. Вы были на международной конференции РУДН. Как она прошла? Да, второй раз я уже ездила на международную конференцию по правоохранительной и правозащитной деятельности в Российском университете Дружбы народов. В том году был мой первый опыт, было немного страшно. В этом году меня уже позвонили, пригласили. То есть я ехала туда целенаправленно, как раз с работой относительно дипломатического иммунитета. В РУДН всегда очень интересно выступать, потому что там высококвалифицированные преподаватели и сами участники конференции различных городов. Было приятно с ними пообщаться, были заданы различные вопросы, на которые я постаралась ответить. Также квалифицированы, насколько я это могу, и грамотно. Моя работа была достаточно высоко оценена, и что мне очень приятно. Надеюсь, что в следующем году я также буду участником этой конференции, потому что организаторы планируют проводить ее из года в год. Практически все активисты бывают на селе Герия. Вы тоже? Конечно. Я два года была на селе Герия. Первый раз я была на смене молодежных правительств. Второй раз я ездила на смену гражданский форум. Наверное, самое яркое мое впечатление – это как раз оставил гражданский форум. Теперь полученные знания, в том числе и на лекциях, и на семинарах, и на тренингах, которые там проходили, я применяю уже в Рязанской области. Расскажите о своих проектах. Сейчас, как вы знаете, мы находимся в достаточно сложном международном положении, когда на Российскую Федерацию происходят различные нападки с других государств. И в том числе проявляется неуважение к нашим государственным символам. Так вот, по моему мнению, чтобы противостоять этому, мы должны прежде всего воспитывать нашу молодежь. Мы решили, что воспитывать нужно со школьной скамьи. Мы выбрали седьмые и восьмые классы. И в понедельник у нас был уже первый урок на тему государственных символов Российской Федерации. Я вела данный урок, ребята активно работали. Я постаралась, времени, конечно, было не очень много, но я постаралась рассказать про государственный флаг Российской Федерации, герб и гимн. Надеюсь, что ребятам понравилось. В дальнейшем мы будем проводить на ту же тему уроки, уже в других классах. В дальнейшем мы планируем также проводить уроки на тему государственных символов Рязанской области. И в конце проекта, промежуточное подведение итогов, я планирую провести большую конференцию, на которой уже ребята сами рассказывают, что им понравилось, выступят с докладами относительно зарубежных государств. И вот это будет как раз подведение итогов данного проекта. Но пока это еще не скоро, потому что у нас был только первый урок, а их еще в планах очень много. Какие у вас планы на будущее? Первоочередные планы, конечно же, это закончить Рязанский государственный университет. Пока у меня это получается с красным дипломом. Мне осталось учиться еще полтора года. Это очень много, по моему мнению. Многое может измениться, но сначала это получение диплома, безусловно, получение профессии. Затем у меня в планах пойти в аспирантуру, возможно, даже и в Рязанском нашем университете. И хотелось бы заняться преподавательской деятельностью. Я уже выбрала несколько предметов, которые мне наиболее интересны. И надеюсь, все-таки мне удастся осуществить свою мечту и стать преподавателем этих предметов в нашем родном ВУЗе. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!